МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под эту музыку в середине 80-х у экранов собиралась вся страна. Телезрители сопереживали нелёгкой судьбе Клавдии и Будулая. А женщины украткой смахивали слёзы, завидуя такой любви и верности. Как и рада, что вы пришли ко мне. Ну, было. Ну и что? Никто из поклонников не догадывался, что этот дуэт мог и не состояться. Когда никому неизвестного актёра из Молдавии пригласили на главную роль в фильме «Цыган», то назначили ему низшую ставку – 5 рублей. Тогда как Клара Лучко получала 40. Вне съёмочной площадки отношения у них были более чем напряжённые. После того, как Михай заявил режиссёру Александру Бланку о повышении гонорара, тот даже присвистнул от удивления. Кто ты, а кто Клара? Она ж народная. Ну что ж, не хочешь честно платить? Не надо. Сказал им, тогда вообще заберите все ваши деньги себе, если они вам так нужны. Я вообще буду бесплатно сниматься. Тогда они засуетили, запрыгли, а как, а как, а? Ой, извините. После невероятного успеха фильма волонтиру заплатили 1800 рублей. Но вот принципиальность его запомнили надолго. Надо же, сравнил себя с самой Кларой Лучко. А ведь волонтира утвердили на роль с её подачи. Режиссёр долго не мог подобрать актёра на роль Бадулая. Пробовали Сличенко и Джигарханяна. Однажды к Кларе подвели невысокого парня с усиками. Он будет Бадулаем. Лучко чуть в обморок не упало. Да как же я такого полюблю? Она лично отыскала фотографию Михая, с которым снималась когда-то в Молдове. И протянула её режиссёру. Вот он, мой цыган. Меня Бадулай зовут. А вас? Приехал он на студию и играл самое смешное, что он играл по-молдавски. На молдавском языке. А я по-русски сниму. Но тем не менее, вот то, что он говорил по-молдавски, в этом какой-то был, какая-то необычность была его, какая-то загадочность, что-то было такое притягивающее. После выхода фильма «Цыган» на экраны, волонтер стал одним из самых популярных актёров в СССР. Но сам Михай спустя несколько лет открещивался от этой славы и поносил страну, которая дала ему признание и всенародную любовь. Когда говорит человек слово «ненавижу», он перестает видеть. Он сказал, и он при мне сказал. Я говорю, Михай, как так можно? Тебя так любит страна, так к тебе относятся. Что тебе эти люди сделали? Это съёмки конца 80-х. Михай Волонтер выступает на сессии Верховного Совета Молдавии. Он принципиально отказывается говорить по-русски. Я не какой-то там артист, как сегодня кто-то здесь сказал. Я артист, который использует каждое слово молдавского языка. И я не собираюсь переходить на любой другой язык. Я хочу говорить только на молдавском языке. В конце 80-х волонтер яростно критиковал СССР. Называл русских оккупантами, плевал в сторону маститых чиновников от кино, которые когда-то дали дорогу на экран никому неизвестному молдавскому актёру. И ратовал за присоединение Молдавии к Румынии. Будучи депутатом у себя там в Молдавии, он занимал антирусскую явно позицию. Он громогласно объявлял, что не румыны, это недолюди. И вообще как бы там люди второго сорта. В кулуарах пошли слухи, что волонтер действует по чьей-то указке. И высказывает чужие мысли. Закрывайте глаза и открывайте уши. В успех фильма «Цыган» не верил никто, даже режиссёр Александр Бланк. Но после показа заключительной серии, где героя Михая Волонтира убивают, в адрес одесской киностудии хлынул поток писем от возмущённых зрителей. Они требовали продолжения истории «Цыгана» и его возлюбленной Клавдии. Будулай стал воплощением мечты советских женщин о настоящем мужчине. Женщины его окружали, полукругом становились, и он мимо них проходил. И они аплодировали все, каждый раз ему аплодировали. И это при том, что внешне актёр отличался от своего романтичного киногероя. Борода у Будулая была искусственная, волосы перед съёмками накручивали на бегуди, а манера одеваться у Михая была и вовсе странной. Широкий кожаный пояс и просторную рубаху, которые так подходили к образу цыгана, волонтер надевал только для кадра. Он в жизни был очень смешным человеком. Мог надеть жёлтый пиджак, зелёные штаны, красные ботинки. И таким он ходил. В 1989 году вспыхнул конфликт в Приднестровье, который спустя три года привёл к вооружённому противостоянию. Жители республики были против националистических настроений, которые транслировала Молдавия. Михаилу Волонтиру это не понравилось. Он не смог остаться в стороне. Он же стал в Совете депутатов Молдавии. Мы были просто потрясены. С такими речами выступал, как ярый националист вообще за отделение Молдавии. Однажды в кабинет волонтира постучался молодой ассистент одного из режиссёров. Я из Москвы. Вам хотят предложить съёмки в фильме. Но волонтер даже не дослушал. А ну пошёл вон, оккупант. И он вытолкал незадачливого парня за дверь. Мы всё время говорили, ты же всё получил. И народного артиста, и звания, и деньги, и популярность, и любовь именно в России, в Советском Союзе. Но у него были вот эти с партией свои отношения. Казалось, что актёр буквально пропитан ненавистью, которая разрушала его изнутри. Вот его взгляд такой. Такой немножко с пренебрежением чуть-чуть. Такой оценкой. В начале 70-х Михай снимался в картине «Четвёртый» вместе с Владимиром Высоцким. Меня поймал человек. Он связан с такими делами, что лучше подальше от таких, как он. Актёры даже подружились. Вместе гуляли в ресторанах и пели под гитару. Самое плохое и самое хорошее надо помнить всю жизнь. С волонтиром у Высоцкого сложились хорошие отношения. И Высоцкий даже помогал ему, когда волонтир приезжал в Москву, гостиницу выбить. Это было в те времена проблематично. Спустя несколько лет, уже после смерти Высоцкого, молдавский скульптор решил установить памятник актёру в Кишинёве. Каково же было его удивление, когда друг всесоюзно известного барда Михаил Волонтир вдруг выступил против создания скульптуры. Его аргумент был в том, что Высоцкий в Молдове никогда не был. И поэтому он вроде как не имеет права на какую-то такую память о нём. Человек не должен делать подлости, а отвечать или не отвечать на вопросы – это его личное дело. Речь идёт о зависти актёрской, потому что слава Высоцкого и слава Михаила Волонтира совершенно несопоставима. А амбиции актёрские, думаю, были как раз большие у Волонтира. В двухтысячных Россию потрясла новость. Любимый актёр миллионов, цыган Будулай, серьёзно болен и практически ослеп. Поклонники были шокированы, ведь о судьбе Михаила Волонтира несколько лет не было слышно. Первой тревогу забила экранная возлюбленная Волонтира Клара Лучко. Лучше всех эту ситуацию узнала, конечно, Клара Степановичка. Потому что, ну, как-то вот там Ефросинья иногда звонила. Поэтому первые новости узнавала Клара Степановичка. Актриса организовала сбор средств. Михаила привезли в Санкт-Петербург. Врачи смогли вернуть ему зрение. Он перенёс в общей сложности восемь операций. Конечно, очень горестно было видеть, что он плачет. Что он совсем другой. Что горе и беды его побили. Что он стал более беззащитный. Жизнь умеет нас. Она лучше знает, кого наказывать, кого миловать. Актёра, который был образцом мужественности и верности, всю жизнь мучила гордость и супруга с тяжёлым характером. Недовольство собственной жизнью Михаил выливал на поклонников. Выступал против страны, которая его боготворила. Но в самые тяжёлые моменты его жизни именно русские стали его последней опорой. Однако любовь поклонников не спасла волонтира от тяжёлой судьбы и смертельной болезни. Редактор субтитров А.Сёмкин